Михаил Громов Легенда советской авиации, летчик-испытатель, знаток авиационной техники, один из первых героев Советского Союза. На него хотели быть похожими, на него равнялись. Михаил Громов родился 24 февраля 1899 года в Твери в семье военного врача. В 14 лет увлекся авиамоделизмом. В 1916-1917 годах учился в Императорском техническом училище. В 1918 году окончил Московскую летную школу, потом работал в ней летчиком-инструктором. Начав обучение на самолете Форман-4, освоил затем Вуазен, Викерс и другие. Провел испытания множества самолетов, как отечественных, так и иностранных. Мне было совершенно одинаково интересно и просто летать на всех типах самолетов, от самых маленьких до самых больших. Ни величина самолета, ни количество моторов меня не смущали. Первый длительный перелет маршрута Москва-Пекин-Токио Михаил Громов осуществил в 1925 году. В экспедиции участвовало 6 самолетов. Старт состоялся 10 июня 1925 года. Летели этапами по 500-750 километров, останавливаясь на несколько дней в наиболее крупных городах европейской части СССР, Сибири и Монголии. 10-12 сентября 1934 года на самолете АНТ-25 вместе с Александром Филиным и Иваном Спириным Михаил Громов совершил рекордный по дальности и продолжительности перелет по замкнутому маршруту Москва-Рязань-Харьков, преодолев 12 411 километров за 75 часов. За мужество и героизм Громову было присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Громов стал первым испытателем самолета АНТ-20 «Максим Горький». 1 мая 1935 года во время парада на Красной площади он был за штурвалом этого самолета. При подготовке к одному из самых известных перелетов через Северный полюс не обошлось без интриги. Весной 1937 года Валерий Чкалов обратился к Сталину с просьбой разрешить полет через Северный полюс в Америку и получил согласие. Спустя несколько дней Михаил Громов тоже попросил Сталина о разрешении полета через Северный полюс. Сталин согласился. Самолетов АНТ-25 было два. Подготовка обоих экипажей шла одновременно. В экипаж Михаила Громова вторым пилотом был назначен Андрей Юмашев, штурманом Сергей Данилин. Когда испытания уже подходили к концу, выяснилось, что с самолета Громова был снят мотор. Его переставили на самолет Чкалова. Кто отдал приказ, осталось неизвестным. В результате вылет Громова задержался почти на месяц. 12 июля 1937 года старт состоялся. Утром 14 июля экипаж приземлился в Калифорнии на пастбище около городка Сан-Жасинто. Полет продолжался 62 часа 17 минут. Перелет Валерии Чкалова длился 63 часа. Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин установили два мировых авиационных рекорда дальности полета по прямой 10148 километров и ломаной 11500 километров линиям, превзойдя рекорд Чкалова более чем на 1000 километров. Преимущество добились, не взяв с собой часть снаряжения и продовольствия и увеличив на полтонны количество горючего. В Америке летчики получили приветственную телеграмму от советского правительства. Восхищены вашим героизмом и искусством, проявленным при достижении новой победы в советской авиации. 26 июля 1937 года состоялась встреча экипажа с президентом США Рузвельтом. Продолжалась она больше часа и закончилась фразой присутствовавшего на ней госсекретаря США Холла. Какие приятные и умные молодые люди! Никакая работа дипломатов не смогла бы сделать за 10 лет того, что сделали вы своим перелетом для сближения народов Советского Союза и Америки. Рузвельт утвердительно закивал головой. По возвращению в Москву Михаил Громов был награжден орденом Красного Знамени. Андрею Ямашеву и Сергею Данилину были присвоены звания Героев Советского Союза. В годы войны Михаил Громов командовал авиадивизией ВВС Калининского фронта, преобразованных в 3-ю воздушную армию, затем 1-й воздушной армией. С лета 1944 года он был начальником Главного управления боевой подготовки, фронтовой авиации, военно-воздушных сил Красной армии. После войны до 1955 года работал в авиационной промышленности. Умер Михаил Громов 22 января 1985 года в возрасте 85 лет.